Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня я хочу в своём видео вам рассказать кое-что о документах. Вообще Германия очень бумажная такая страна. Они любители писать письма. И даже когда мы учили, и все люди, кто приезжают, обучаются на курсах, и школьники, первое, что делается, это обучение идёт, как правильно писать письма. Любая информация вам придёт в письме. И вот эти письма, все документы вы обязаны, мы, вернее, обязаны хранить пять лет. И вот в каждой семье хранятся вот такие вот дела, заводятся вот такие папки. И чтобы не путаться, каждую отдельно папочку подписывают, что в неё кладут. В этой папке у нас идёт страховка медицинская и документы с клиники. Вот специально подписали, чтобы не путаться. Здесь то, что у нас связано с работой, потом, что здесь с машиной. Здесь то, что связано с квартирой, машиной, работой и ещё разное. Вообще документами занимался у меня всегда муж, это он всё подписывал, он любитель всё подшивать, но потому что он всегда работал с документами, военный человек, сами понимаете, он привык к этому. И всегда то, что нам приходило, он всегда всё перекладывал сам в эти папки. Сначала нам, конечно, мне, вернее, это действовало на нервы. Ну неужели нельзя это там как-то в электронном виде отправить, позвонить? Нет. Приходят письма. Ой, это вытерпеть. А знаете, ещё даже вот она приходит и думаешь, господи, ну что ж они ещё-то хотят. Также сохраняются у нас чеки. Я вам уже говорила, что аптечные чеки сохраняешь. И если магазинные, допустим, вы купили какую-то вещь, и вам не подошла, вы идёте её сдавать. Вам её примут, даже если вы оторвали этикетку. Самое главное, чтобы был чек из этого магазина. И не посмотрят, что там. Просто выбьют вам и наличкой отдадут. Ещё про аптеку я хотела бы вам рассказать, так, куда я делаю. Вот, когда покупаешь в аптеке лекарства или получаешь по рецепту, там у них лежат вот такие брошюрки в каждой аптеке. В этой брошюрке находятся... Я сейчас разверну и покажу. Вот такие вот всякие разные принадлежности, товар, которые вы можете приобрести за таллеры. За каждую покупку медикамента вам ещё, помимо этого, дают таллеры. Я вам сейчас покажу, как они выглядят. Вот это, допустим, циферка 16. Это 16 таллеров. 20, 20 стоит таллеров. Это расчёска. Это какие-то часы, видимо, настенные. Это брелок. 23 таллера. Вот это я даже не знаю, что это такое. Носкнакер. Что-то с орехами. Может, орехоколка какая-то. Вот. Когда на кофете определённое количество таллеров, вот вы себе выбираете товар и можете взять. Мы взяли, например, себе так делать смузи, прибор такой. Вот. Покупаете, допустим, товары, вам дают... Они, во-первых, спрашивают, нужен ли вам таллер. Да, да, конечно. И вот так вот выглядят эти таллеры. Монетка. Если один этот препарат какой-то, они вам один дадут. Если несколько штук вы покупаете, они вам дадут. Ещё плюс дают подарки. Там какие-то могут дать крем. Могут дать платочки бумажные. Какой-то гель для душа. Господи, зажигалку для... Газовую зажигалку для плиты. Ну, всякую эту... То, что такое, знаете... Ну, нужное в обращении, да? Ну, вот так вот накопим мы. Вот такую покупаем. Потом приходим. Кстати, на таллеры, они ещё, когда идёт рождественская ярмарка, даже стоят такие ларьки, где продукция покупается только... Продаётся только вот за эти таллеры. Я не понимаю, что они с этого имеют. Но... Видела такое. И там, в этом ларьке продавались, знаете, ручная работа. Ангелочки маленькие. Потом снежинки. Салфетки крючком вязанные. Потом какие-то, вот знаете, они... Такое ощущение, как будто они даже не крючком. Даже не передать, как... Они настолько тонкие. Такая вот работа наитончайшая. Что даже, может быть, это машинная какая-то была. Вот. Я не знаю даже, как вам объяснить. И дерево вырезанное из дерева. Всякие снежинки, звёзды, домики. И вот эти изделия продают на таллеры. Вот. Я не знаю, что это. Вот так вот они выглядят. Вот в аптеке они это нам дают. Помимо того, что вам дали сдачу, деньги. Они ещё спрашивают, вы будете таллеры брать? Да, буду. Вот они нам дают. Домой приходишь, приносишь, откладываешь, где они все хранятся. Видите, здесь даже можно купить и чайник он будет, 70 таллеров. Приходишь, просто отдаёшь. Говоришь, что ты хочешь купить у них. Отдаёшь эти 70 таллеров. И забираешь эту вещь. Вот так вот интересно в аптеке. Прикольно. Здесь можно и чемоданы купить. И, господи, там чего только нет у них. Ну, это, конечно, они меняют вот эту вот брошюрку всегда. Она у них другая. Бывают разные вещи здесь. Иногда даже и не знаешь, что это такое. Вообще очень много у них приспособлений для кухни, которые... Ты не знаешь даже, к чему это... Где это применять. Сколько раз вот мы, когда приехали, ходили в Регенбоген, этот социальный магазин. Лежало столько множества приспособлений, которые, думаешь, боже мой, что с этим делать? Мы не понимали даже. И многие вещи я только увидела эту, допустим, вот, когда мы приехали в гости к Хуберту. Мы спросили, а, это для чего? Очень часто попадалась такая штука, допустим. Он говорит, это яйца разбивать, когда они вкрутую. Думаешь, ё-моё, так вот никогда в жизни не догадаешься. Очень много у них столько приспособлений. Которые, вот знаете, даже... Может быть, мне это не попадалось. Сейчас в России очень много вещей, которые... Новшества, да, какие-то. И раньше, может быть, они были. У нас, может быть, этого в семье не было. У многих людей это было. Поэтому всё вполне возможно, что, может быть, это только я не знала. И моя семья. А вы, допустим, многие встречали это. Поэтому... Ну, я вот говорю про себя, что для меня очень было много новинок, которых я узнала. Которые здесь вот я встретила. Ну, конечно, маму, подругу. Олю свою, когда Полину, когда они жили в России, снабдила яблоко резкой. Очень удобная штучка такая, прикольная. Во-первых, кто-то любит резанные яблоки, да, вот на стол подать. Раз, нажали на неё. И яблоко порезано уже у вас без всяких семечек, без этого... Ну, без сердцевинки. Это здорово. Здорово. Вот. Ну, вот такое маленькое, коротенькое видео. Вроде бы ни о чём, но это тоже как-то, я думаю, было... Ну, я думаю, было вам интересно. К этому мы уже привыкли, к этим сборам всех документов. И, ну, действительно, к этому надо привыкнуть. Вначале это всё очень сильно раздражает. Если в России как-то... Ну, есть основные, да, документы, лежат отдельно у вас. То здесь покупаешь специальный шкаф. Он у меня стоит у Егора в комнате в детской. Это я просто вынесла три папки. Их просто визуально показать. Он там сейчас делает уроки. И вот такой шкаф специальный для вот таких папок. В каждом доме должен быть обязательно принтер. Потому что очень много приходится копировать документов, отсылать. Чтобы не ходить где-то, покупаешь. И, ну, это всегда должно быть у всех. Потому что это страна бумажная. Страна документов, писем. Это любители заниматься вот этой писаниной. И ещё нужно правильно уметь это всё писать, заполнять. Правильно поставить запятую. Правильно попрощаться. Ой, боже мой. Ну, ладно. Мы уже к этому привыкли. Надеюсь, вам понравилось. Ещё что-нибудь, если вспомню, интересное то, что у нас присутствует. Обещаю, в скором времени меня просили рассказать немного о налогах. Я попрошу двоюродную сестру. Она подвешена хорошо в этой теме. Я её попрошу. Она на камеру мне расскажет. И вы всё узнаете, как здесь происходит расчёт по налогам. На этом я заканчиваю своё видео. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.